так но я вот несколько дней назад сделал видео по поводу того что правительство российской федерации это частная компания которая зарегистрирована в регистрационной палате великобритании у нее есть номер и за ее финансовой деятельностью ведет надзор тоже британская компания аудиторская ну и мне там друзья написали там ты чё придумываешь там это все предприятия которые в мире есть они зарегистрированы так сказать в этой если ты поисковик забьешь что ты там найдешь вообще все предприятия которые зарегистрированы в мире но это не так вот видите я вот сейчас компании с хаос до компаний с хаос это регистрационная палата великобритании но вот я сейчас переведу на русский язык через google транслейта если я сейчас нажимаю на компаний с хаос ты перевожу и вот мне дают информацию что этот дом компании дом компании это подстрочный перевод на самом деле литературный перевод это регистрационная палата великобритании и вот они мне предлагают найти информацию о компании вот я нахожу информация компания начиная сейчас ну вот я забиваю по английски рашен рашен федерейшен то есть российская федерация и и не выскакивает правительство российской федерации также консульство российской федерации но это нормально причем почему-то всех хельсинки она зарегистрирована вот ну и потом другие там рашен трейд хаоста но это уже коммерчески явно да вот ну а пролиста российской федерации она давайте на него нажмем вот что это за компания сейчас я переведу на русский язык так пролиста российской федерации номер компании о и по-английски 028 105 так адрес для почтовых отправлений краснопресненская набережная дом 2 москва московской область россиян индекс зарегистрирована компания тип компании зарубежное предприятие то есть это именно зарегистрирована великобритании зарегистрирована 1 марта 2023 года годовой отчет 29 фарля 2024 нужно не необходимо подать годовой отчет до 14 марта ну и адрес зарубежной организации то есть краснопресненская набережная дом 2 москва московская область россия законная форма федеральная республика конституция российской федерации применимое право да ну давайте посмотрим так люди ну люди они не выдают никого да но мы посмотрим кто без бенефицары ну давайте на русский язык переведем так бенефицарный владелец одно один бенефицарный владелец все бенефицарные владельцы идентифицированы и может быть пациентом вся необходимая информация но я не буду запрашивать потому что я читал это день за это деньги нужно платить и как бы и кто бенефицара думаю всем понятно провели за российской федерации а для адрес для почтового отправления краснопресненская набережная дом 2 адрес основного офиса но и уведомлено уже 1 февраля 2006 года вот что интересно да характер контроля владения акциями более 25 процентов когда пишут более 20 процентов 25 процентов и 10 сотых там или там пять сотых это формальность да это значит что большая часть акций принадлежит кому-то другому кому не написано право голоса более 25 процентов то есть 5 процентов голосов принадлежит кому-то другому что могут делать это ну плюс российской федерации какая частная компания она может назначать или отстранять директоров или имеет контроль за влияние или контроль но акции большинство акций произвести российской федерации не принадлежат и право голоса решающего тоже провести российской федерации не принадлежит потому что всего лишь там 25 процентов чуть-чуть еще чуть-чуть а большинство принадлежит кому другому кому не написала так история подачи заявок вот сейчас тоже переводим на русский язык так регистрация иностранного литического лица то есть посмотреть кто осуществляет финансовый надзор за данной компании давайте посмотрим и вот нам выдает что договора на вашем федерации то есть прогресса российской федерации которая опять же зарегистрирована по краснопресненской набережной дом 2 москва до зарубежное предприятие ну для великобритании естественно зарубежное предприятие кто же осуществлять финансовый надзор вот его зовут эндрю вольтас до финансовый супер вазе body супер вазе и body да то есть это называется association of taxation техничес то есть техники ассоциация техников по налогам какой же агент осуществляет имя агента имя агент это аудиторская видимо компания которая называется 1040 так solutions лтд ну давайте и посмотрим что это за компания которая осуществляет финансовый надзор за правительством российской федерации снова я ищу 1040 так так solutions так вот такая есть компания действительно да давайте посмотрю за компания так общество с ограничено с ограниченной ответственностью 1040 так solutions номер компании 10 89 98 97 юридический адрес фэйвэйс хаус джо стрит пресс-вич в манчестере находится в англии статус компании активный это закрытая акционерное общество характер бизнес налогово консультирование то есть налог то есть налоговую консультацию и контроль за тем за правительством российской федерации занимается британская компания которая называется 1040 solutions ltd которая зарегистрирована в манчестере вот тащит кто является основным человеком это вольт из эндрю и ну и они это сторону подстрочный перевод на самом деле его зовут и н адрес почтовых отправлений англия манчестер большой манчестер роль директор дата рождения апрель 1883 год молодой человек относительно он назначен 23 ноября 2018 года национальность британец страна проживания великобритании занятия директор то есть понятно да за финансовое деятельное правительство российской федерации наблюдает вот эта компания британская которая зарегистрирована в манчестере я никого не ни к чему не призываю просто как будто информацию даю это я как бы каждый может проверить за меня не нужно даже английский язык дать можете через google translator перевести так ну а потом давайте может быть вот по вот этой кра 2 красно как называется у нее адрес то сейчас посмотрим до красно-пресненская набережная дом 2 может быть там не находится дом российской ну пролистер там не заседать по этому адресу может быть я все наговариваю на этих людей давайте посмотрим кто там находится на сейчас найдем так так сейчас 2 кросс дом 2 красно так красно-пресненская набережная красно-пресненская набережная дом 2 красно красно-пресненская набережной красно-пресненская набережная два москва 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 правильный набрал так надо не пишет белый дом дано по-английски там но хорошо давайте нажмем на это ну вот красноприденская набережная дом 2 москва так да там правительства российской федерации ну вот то есть в доме правительстве федерат в доме правительства российской федерации заседает правительства российской федерации которая является частной юридической компании зарегистрированной великобритании и финансовый надзор осуществляется именно за деятельностью этой как частной коммерческой организации великобритании другой компании которая находится в манчестере так ну я еще когда послал вчера вот это видео похоже да там на английском языке не говорят а вот этот company's house до company's house там вообще все могут быть предприятия мира зарегистрированы но и я как бы объясняю что это не так потому что вот смотрите я сейчас company's house до этот company's house это регистрационная палата только великобритании она не регистрирует там тех те организации которые не ведут свою деятельность в самой великобритании либо за этими частными предприятиями осуществляется финансовый надзор в великобритании вот понимаете да сейчас вот вот я захожу company's house википедия хаос неправильно был ну не то так сейчас 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 company's house так википедия но заходим на ну по-русски нет про ничего тогда мы переведем через транслейтер google translate там вот регистрационная палата является исполнительным органом британского правительства который ведет реестр компании занимает регистратора в компании отвечает за регистрацию всех форм компаний в соединенном королевстве то есть если вы нашли в их поисковике company's house какую-то компанию которая зарегистрирована она зарегистрирована только в соединенном королевстве они где-то там за рубежом вот а почему тогда адрес не великобритания потому что великобритании идет идет финансовый надзор вот видите все компании с ограниченной ответственностью частные с ограниченной ответственностью частные неограниченное чартерные некоторые другие компании зарегистрированные в регистрационной палате также регистрирует товарища с граничной ответственностью тогда как большинство других предприятий попадает опять же с помощью управления финансово надзора все компании against ограниченные ответственностью включ Keeping Ignorance начали неактивно должны подавать регистрированную палату ежегодные финансовые отдчеты которые являются общедоступными агентством также можно ответственность за ликвидацию компании то То есть, скорее всего, потому что финансовый надзор правительства Российской Федерации ведется в Великобритании, поэтому она должна быть зарегистрирована в Великобритании. Ну, вот так. Я никого ни к чему не призываю, просто информация к размышлению. Сами решайте, что с этой информацией делать.